МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас на видеокурсе «Смотри и работай». Видеокурс «Смотри и работай» — это серия видеоуроков для автомехаников от Кантитек. Здесь вы узнаете, как поменять ремень ГРМ на самых популярных двигателях. Быстро, просто и безопасно. В видео показаны самые основные этапы работы для профессионалов на СТО. Меня зовут Штефан Майер, и в каждом видео я буду показывать вам разные двигатели. Сегодня мы посмотрим на итальянский дизельный двигатель объемом 1,9 литров. Мощностью 85 кВт, установленный на автомобиль Alfa Romeo 156 2003 года выпуска. Код двигателя – 937А2000. Мы будем использовать комплект ремня ГРМ CT968WP2 с водяным насосом и демпферный шкив коленвала VD1065 с комплектом болтов MS30. У вас также должны быть вот эти оригинальные инструменты для выполнения этой работы. В первую очередь необходимо установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, что предполагает снятие некоторых элементов. Снимите защитный кожух ремня ГРМ, подушку двигателя и шкив ремня коленчатого вала. Выставите фазы газораспределения. Установите шестерню распределительного вала и шестерню коленчатого вала в определенную позицию. Есть две метки для установки распределительного вала. Перед нами риска на шестерне распределительного вала и выступ на пластиковом кожухе. Две эти метки должны быть совмещены. Переместите коленчатый вал в верхнюю мертвую точку. Далее нам потребуется блокиратор коленвала. Он устанавливается на носок коленвала. Существует особое положение установки. Перед нами выступ и отверстие под выступ на блокираторе коленчатого вала. Выступ и отверстие под него должны совпасть. Выкрутите болт из крышки масляного насоса. Затем вкрутите этот штифт. После чего вкрутите болт в отверстие в блокираторе. Фазы газораспределения выставлены. Далее вы должны ослабить ремень ГРМ. Ослабьте гайку крепления натяжного ролика. И снимите фиксатор в нижней части так, чтобы можно было снять ремень. Перед установкой нового ремня ГРМ замените соответствующие элементы. Избавьтесь от изношенных элементов. Есть два момента, которые вы должны для себя отметить. Во-первых, существует специальное положение установки ролика натяжителя. Вырез на пластине ролика и выступ на блоке двигателя. Выступ должен войти в вырез на пластине ролика. Во-вторых, чтобы можно было снять водяной насос, вы должны снять шестерню распредвала. Используйте стопорный ключ. Устанавливайте ремень ГРМ очень аккуратно. Ремень ГРМ предназначен для вращения в определенном направлении и имеет две метки для выставления фаз газораспределения. На двигателе также есть две метки – на шестерне распределительного вала и на шестерне коленчатого вала. Эти метки должны быть совмещены. Начиная с трех стрелок на ремне и метки на шестерне коленчатого вала, одевайте ремень ГРМ против часовой стрелки так, чтобы вторая метка оказалась наверху шестерни распределительного вала. Все соответствующие элементы должны быть заменены и должен быть установлен новый ремень. Теперь снова установите фиксатор на коленчатый вал и натяните ремень ГРМ. Для того, чтобы натянуть ремень ГРМ, выберите ход ролика на максимум, используя подходящий инструмент. Я использовал торцевой ключ на 8 мм. Почему так важно изначально максимально натянуть ремень? Мы имеем дело с совершенно новой резиной. Резиновые зубцы большие и сначала должны полностью обжаться шестерней натяжителя. Максимально натягивая ремень, мы помогаем резиновым зубцам попасть в выемки на ролики. Это позволяет зубьям ремня принять форму звездочек и избежать последующей просадки. Сейчас ремень ГРМ максимально натянут. Перед тем, как прокрутить двигатель вручную, снимите фиксатор, а затем отрегулируйте натяжной ролик. После того, как вы прокрутили двигатель дважды, выставите фазы газораспределения. Установите фиксатор и ослабьте натяжитель до тех пор, пока указатель не поравняется с отверстием в пластине ролика. Теперь натяжение отрегулировано. Для того, чтобы проверить правильность натяжения, снимите фиксатор, прокрутите двигатель дважды в направлении вращения, затем снова проверьте фазы газораспределения и степень натяжения, затем соберите двигатель в обратной последовательности. Так, почти готово. Теперь нужно проверить, что все элементы установлены на место. Следуйте спецификации автопроизводителя, особенно в отношении моментов затяжки. Помните, во всем нужна аккуратность. Не забывайте о нашем знаке качества. Наклейте наш стикер на хорошо видное место под капотом, чтобы заказчик видел, что ему установили высококачественные запчасти. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok